Снова здравствуйте, уважаемые поклонники футбола. Вновь возвращаемся мы на гостеприимный стадион Сетуньпарк, где с минуты на минуту начнется поединок теневого лидера чемпионата Атлантиса, лидера по потерянным очкам. И противостоять Атлантису сегодня будет ФК Кегли. Другие команды, которые составляют Атлантису компанию в лидирующей группе, в своих матчах победили. Вчера это Барс, причем победили с одинаковым счетом, и в играх с одинаковым рисунком игры вчера Барс переиграл в Трансконтейнер. Сегодня Мегатитан смог оказаться сильнее Москвы. В результате Барс и Мегатитан по 43 балла имеют в активе. Правда, Барс 19 встреч провел, Мегатитан 18. Оно и Атлантис с 17 играми и 40 очков имеет эта команда у себя в плюсе. Напомним, Атлантис еще ни матча не проиграл в рамках ЗПЛ. Ну и, естественно, посмотрим, смогут ли сегодня Кегли что-то противопоставить. Лидеру прошлый матч Кегли с парти проиграли с достаточно крупным счетом и практически не имели шансов на положительный исход этой встречи. Посмотрим, как сложится сегодня. Этот матч мы для вас прокомментируем с моим коллегой также Михаилом Меркуловым, с которым мы первую встречу сегодняшнюю комментировали, которая транслировалась. Здесь Михаил чуть попозже к нашей трансляции присоединится. Сейчас он с протоколами решает технические вопросы. К сожалению, еще один наш коллега Дмитрий Ершов немного заболел. Поэтому сегодня у нас такой недокомплект. Дмитрию скорейшего выздоровления пожелаем. Ну и возвращения к своим служебным обязанностям. Ну и сами готовимся. Готовимся уже к тому, что вот-вот встреча начнется. Команды на скамейках сейчас. Последние коллективы вносятся. И уже практически готовы вывести их. Капитаны, свои коллективы на поле. Ну и раз уж мы сказали про положение Атлантиса в турнирной таблице, давайте расскажем и про кегли. 13 место коллектив занимает. 15 очков имеет у себя в активе. После 17 встреч не совсем, конечно, радужная перспектива. Но, тем не менее, можно еще побороться кеглем за более высокие места. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что ж, уже готово все к началу встречи. Футболисты ФК Кегли с центра поля мяч разводят. И игра началась. Ну и вот присоединился ко мне Михаил Меркулов. Решили мы вопросы с заявками команд. Были небольшие формальности. Еще раз приветствую вас, дорогие друзья. В этот воскресный футбольный уикенд. Вновь я, Михаил Меркулов, Евгений Кубев. Будем наблюдать за этим матчем. Надеюсь и более чем уверен в том, что он получится у нас очень и очень интересным. Встречается футбольный клуб Кегли. Они в салатовых футболках. И футбольный клуб Атлантис. Они в синих майках. Ну, вообще, по традиции, так уже последних лет, игр, сложилось, что Кегли одни из наиболее неудобных соперников для Атлантиса. С чем это связано? Ну, не знаю. Все-таки в какой-то мере можно, наверное, применить сюда фразу «Порядок бьет класс». Все-таки Кегли берут свое за счет желания, упорства, игровой дисциплины, что не раз приносило с командами более высокого уровня им успех. Но, с другой стороны, нельзя не отметить то, что в нынешнем сезоне Атлантис нам предстал несколько в другом свете. Атлантис, несколько другая эта команда, которая была в сезонах прошлых. Атлантис гораздо более дисциплинированно сейчас ведет игру, гораздо более серьезно относятся они к результату, к матчам с командами, которые находятся на нижних строчках турнирной таблицы. Ну и за счет этого Атлантис свои очки берет практически постоянно. И сейчас в игре находится опасно. Было, но заблокировали там все попытки эти футболисты Атлантиса. Еще одна подача. Продолжается атака Элизяшвили. И Воробьев! О, 1-0! Воробьев, прошлое ощущение, это Козлов был. Дмитрий Козлов все-таки со второй попытки он забивает этот мяч. Вот так вот, понимаешь, прошло всего лишь три минуты от начала матча, а Кегли уже оккупировали не то, что половину поля, а островную площадь Атлантиса, что на самом деле-то очень удивительно. И вот, пожалуйста, это им сейчас принесло успех. Хотя вот на игру Кегли собирались с большим трудом, не то, что не хватало народу, а в плане того, что не все успевали к игре. А это, как правило, может сказаться в дальнейшем. Как команда собирается, так команда и играет. Но вот пока что Кегли начали за здравие. Ну, наверное, будем немножечко так похваливать пока Кегли, но с опаской, потому что всего лишь идет четвертая минута встречи. Байрамов прорывается. Ну, активно ему там мешали, но заработал Владимир угловой для своей команды. Мяч заметался там в штрафной площади Кегли, но в результате покинул пределы поля. Еще один угловой Атлантис сейчас подаст, правда, с другого уже фланга. Ну, и достаточно высокорослые есть игроки в составе Атлантиса, чтобы эту подачу преобразовать в забитый мяч. Там Виталий Кулев в штрафной площади. Байрамов головой прилично так играет. В общем, есть шансы подача на ближнюю штангу, но там Элизешвили надежно действует, а сохраняет мяч Атлантис у себя. Байрамов. Попытка прострелить, и Кулева не пускают к мячу, но все в рамках правил. Капралов быстро мяч в игру вводит. Хорошая передача, прорезающая двух защитников, убирает прострел, но есть возможность для удара. Но здесь хорошо подстраховали друг друга игроки Атлантиса, и эту опасность нейтрализовали. Ну и Воробьев второй раз за несколько минут не попадает по мячу, хотя возможности действительно удара были, а это могло быть очень-очень опасно. Калиманов наносил удар. Поставь там кто-нибудь ногу. Ну и давай, наверное, уже по сегодняшней нашей традиции, да, ты представишь состав номинальных гостей, ты будешь первым. Кеглев, тебе слово, пожалуйста. Ну, место в воротах. Капитан команды занимает Дмитрий Капралов под первым номером. Бессменный страж ворот ПК Кегли. Играют футболисты этой команды по схеме 3-3-1. Трио защитников слева направо. Пятый номер Дмитрий Козлов. Центральный защитник Иван Никифоров номер 2. И справа в защите играет Сергей Ализашвили номер 12. В центре полузащиты действует Павел Климанов под шестым номером. На флангах слева Сергей Гольцов номер 15. Тоже один из лидеров команды. Очень активный игрок. Справа Дмитрий Воробьев под 22-м номером, который уже пару моментов хороших имел. И Евгений Хоменко под номером 20 действует на острие. В таком составе Кегли нам предстали, но уже несколько замен в команде произошло. Под третьим номером, в частности, в игру вступил Алексей Воеводин. Сейчас он место занял на правом фланге полузащиты. Ну, и я назову состав Атлантис. Здесь есть некоторые изменения, есть над чем подумать. В воротах под номером 1 Роман Герасимов. Справа в обороне играет Олег Таранов номер 17. Андрей Акименко, капитан команды... Олег Таранов, прошу прощения, под номером 8. Андрей Акименко, капитан команды номер 5. Слева номер 10 Константин Маевский. Полузащита. Справа играет Владимир Байрамов номер 32. Константин Головской номер 77. Центр и мозг команды. Слева играет Денис Минин. Сейчас как раз ему ушла передача. А, нет, прошу прощения. Немножко неаккуратно здесь представители Атлантица нам написали фамилию. Это, между прочим, Сергей Яшин, который отбыл свою годичную дисквалификацию. И это его первый матч в этом сезоне. Это, безусловно, усиление. Ну и на острие атаки любимец болельщиков форвард Таранова типа Роман Виталий Кулев. Немножко я даже заговорил. Сетап под номером 76. Ну, сразу по стартовому составу оговорюсь. Маевский играет в защите. Хотя мы привыкли видеть его как атакующего какого-то игрока. Вот, тем не менее, вот в Атлантице он переквалифицировался в оборонительного плана футболиста. А бывает, что даже и занимает место последнего защитника, как это было в предыдущей игре с ЛЧО, когда травму получил небольшой Андрея Кименко. И именно Константин Маевский занял позицию. Ну и справа играет Олег Таранов. Тоже не всегда попадающий в стартовый состав. Заработал сейчас Кулев для своей команды штрафной удар. И посмотрим на исполнение. Маевский подскальзывается, когда бьет, попадает в стенку. Но атака продолжается. Байрамов. Заблокированный его удар. Опасно было в штрафной. Угловой зарабатывают футболисты Атлантиса. Перед игрой, когда Андрей Кименко давал мне протокол своей команды, поинтересовался я, как же так мы уже привыкли видеть слева в обороне, в полузащите, ну, в зависимости от схемы, Дмитрия Полвинчука. Я спросил, что случилось, да, будет ли Дмитрий. Он сказал, ничего страшного, он на месте просто опоздал. Вот так вот, собственно говоря, вопросы о дисциплине. Вот ты правильно в начале встречи начал говорить о том, что Атлантис немного видоизменился, появилась игровая дисциплина. Тем не менее, все равно нотки старого Атлантиса, такого, что называется, свободного, плавающего, они никуда не делись. И несколько матчей с тем же космосом команда отпускала. Между прочим, Кегли-то могут и очень серьезно закрыться, поведя в счете, и Атлантису сейчас будет, ой, как нелегко. Да, Кегли команда, которая умеет играть по счету, гораздо сложнее им играть, если они там быстрый мяч пропускают, ну, или уступают в счете. И если Кегли в счете ведут, то команда достаточно уверенно обороняться может. Не раз и не два подтверждали нам этот коллектив данное высказывание. Прострел, но на дальней штанге никого нет. Он здесь перехватывает Маевский передачу, однако вышеворот мяч после его удара проходит. Да, ну и Сергей Гольцов неаккуратную передачу сделал через середину. Ну и хорошо, Маевский толком не попал на поворот, точнее, ну, совсем не попал. Так могло быть очень и очень опасно. Ну и Герасимов сейчас в игру вступает. Доскакал там до него мяч. Десять минут в первом тайме у нас тем временем позади. Кулев попытка скинуть на ход, но защитники ПК Кегли надежно там все зоны перекрыли. Снова дальняя передача и снова до Герасимова она доходит. Ну и там, конечно, должен был быть Евгений Хоменко. Ну, ему направлялась эта передача, но диагональ не получилась у Элиозишвили. Атлантис начинает свою атаку, конечно же, через Кулева, который всегда готов зацепиться за мяч, принять, скинуть, пробить, обработать и так далее. Вот сейчас принимает Кулев спиной к чужим воротам, скидывает на Яшина и Капралов отбивает. Ну и как раз главный арбитр сегодняшней встречи это Евгений Воробьев. Сегодня он в каком-то траурном цвете, во всем черном, помогает ему на резерве Вадим Фирсов. Ну и в руку там мяч Ромащенко попал. А у нас тем временем на поле появился Андрей Черниговский. Так как любит Атлантис постоянные замены, да и состав, честно говоря, сегодня подобрался, ого, какой приличный. Вот даже взглянув просто на заявку, ну, буквально кого можно отметить? Нету Андрея Коновалова, вот Артур Мартинс, которого травма. Максима Ромащенко, кстати говоря, я вот не видел его, на поле ты его сейчас назвал. Да, видимо, обознался я, это не Ромащенко был, Константин Головской, конечно же. Ну и вот интересная фамилия такая, как Петр Быстров. Есть заявки у Атлантиса, в прошлом тоже бывший футболист, игрок футбольного клуба Рубин, Москва. За Сатурн, по-моему, Петр еще выступал. За Сатурн, да. Ну вот хотелось бы тоже его увидеть на наших, так сказать, западных полях, западной премьер-лиги. Да, безусловно. Будет очень интересно. Тем временем Кулев цепляется, но все-таки поля не дает толком зацепиться. Но первый Гришин, вот Гришин, конечно, обладает великолепной техникой, да. Вот не раз я говорил, что такая у него не совсем типичное строение. Ну, тело, так сказать, да, вот кажется, немножечко... Сейчас Капралов подскользнулся на выходе, и могло этого неприятности стоить его команде, однако не попал там головой, как следует, Константин Маевский по мячу, и опасность была нейтрализована. Ну и Атлантис меняется, меняется очень динамично. Атлантис меняется, чтобы поддерживать темп. Вышел сейчас вместо Гришина Вячеслав Запоязко, а вот в центр у Кеглея вышел вместо Павла Калиманова Игорь Гольцов, который, кстати говоря, тоже долго отсутствовал в связи с травмой. Вот сейчас он вновь на поле, и я могу сказать, что это один из основополагающих футболистов Кеглея, потому что когда вот некий спад был у Кеглея, и вот, наверное, с его травмой можно списать этот неудачный период для Кеглея, но сейчас он в строю, и, конечно, он зацементирует середину поля. А это Никифоров сейчас в штрафной площади, ну, непонятно, то ли он там подскользнулся, то ли целенаправленно делал подкат, но на самом деле это на грани. На грани вот-вот и Евгений Воробьев может поставить пенальти. Да, причем второй похожий эпизод за короткий срок штрафной у Кеглея нужно им аккуратнее быть. Маевский с мячом в центре поля ищет адресата, закидывает на Кулева, ну, и тот головой пытался скинуть. На Черниговского, однако, не дошла эта передача. Из строки лидеров. Атлантис, или я бы даже назвал, из четверки лидеров. Атлантис выходит сегодня последним. Напомню, Барс играл вчера. Мы уже это говорили в предыдущем эфире. Обыграл Трансконтейнер со счетом 3-2. Несколько часами ранее трансляция была Москва-Мега-Титан. Там Мега-Титан тоже взял свои непростые три очка. И вот в предыдущем матче Спарта не без труда одолела космос со счетом 4-2. Поэтому все лидеры набрали свои очки. Но надо сказать, что вот все матчи, они не для одной из команд не были легкими. Где-то пришлось попотеть, особенно вот пришлось Мега-Титану, где команда и проигрывала. И там уже только во втором тайме сумела забить победный третий мяч. Да и у Барса вчера игра совсем непростая была. Трансконтейнер тоже лидировал после первого тайма с счетом 2-1. И Спарте космос очень приличное сопротивление оказал. Там тоже счет и 1-1 был, и 2-2. И только в конце футболисты Спарта на классе так смогли соперника дожать. Так что и то, что мы видим сейчас, Атлантис уступает 0-1. И, кстати, Андрей Гольцов на замену выходит. Входит он вместо Евгения Хоменко именно на позицию нападающего. Это не обязательно сейчас потеря. Маевский. Так, не сонно сказать эту фамилию. Ну и заблокированный его удар. Продолжает Атлантис атаковать. Черниговский с мячом. Скорее пытается пока просто контролировать мяч на чужой половине поля. И вот на каких-то опасных моментах-то и остроты дел не доходит. Ну и надо отметить достаточное количество брака. Именно вот в таких, казалось бы, несложных передачах Атлантис допускает. Хотя мы привыкли, что если поле скользкое, не очень хорошее, то это поляна Атлантиса. Запоязка может пробить. Нет, там чистокол ног мешает это сделать. Воробьев сейчас вот так спокойно придержал мяч. Все здорово. Гольцов. Нет, ну, конечно-таки, мячи, полуничок перехватывает закрытыми глазами. И вот идет подключиться к Атате. Кулев. Нет, не Кулев. Головской был на добивании, но заблокировали там его удар. Быстро разыграли угловой кегли. Байрамов прострел. Нет, не Черниковский, точнее. Был прострел, но прострел неудачный. И сейчас нарушают правила на Сергея Гольцове. Ну и кегли не спешат штрафной разыгрывать. Андрей Гольцов мяч получает. И вперед на брата, на Сергея. Но не доходит до него эта передача. У нас сейчас интересная ситуация на поле. Два семнадцатых номера в составе Атлантиса. Это последний защитник и центральный нападающий. Последний защитник, это, естественно, капитан команды Ряки Менко. А вот нападающий, давайте-ка сейчас мы с вами и разберемся. Ну, в протоколе указан один, это семнадцатый номер, это Андрей Акименко. А вот, скорее всего, семнадцатый номер должен быть сорок седьмым. И это Александр Лукьянов. На моей памяти не появлялся он еще в западной премьер-лиге. И у нас здесь, это его тоже дебют. И я так понимаю, что это форвард, который сейчас играет вместо Кулева. Так вот тоже небольшого роста, коренастый. Вот именно, наверное, игрок, нападающий таранного типа. Хороший удар. И Капралов тоже хорошо с ним справляется. Мяч штрафной заметался. И вот как раз-таки контратака. ФК Кегри, Гольцов мяч догнал. Против него там надежно действует оборона Атлантисом. Не дали ничего Сергею сделать. Это сейчас сыграл Сергей. Андрей Денинко не составил у труда. Это Андрей Черниговский принимает мяч. Дальше на Кирюхина. И Гольцов успел и отработать в обороне. Только что мы его видели у чужих ворот. А сейчас он, пожалуйста, уже на своих. Угловой пошел исполнять Черниговский. Сейчас Дмитрий Козлов проигрывает борьбу, что не так часто бывает. И вот эмоционально показывает Воробьеву руками, что был толчок в спину. Но судья посчитал совершенно по-другому. И у нас такая тройная замена в составе Кеглеи. На поле вновь возвращается Элиозишвили на правый фланг. Воеводина также в полузащиту. Элиозишвили защиту. Калиманов в центр. Ну и, собственно, вот все. А, и вперед вместо Гольцова вышел Александр Щербаков. Края поменяли Кеглея. Ну а, соответственно, правый флаг полностью обновился. Ну а левый противник за столбой Сергей Гольцов, который играет без замен. Продолжают Кеглеи атаковать. Козлов. Сыграл с ближним. Гольцов мяч немножечко передержал, но сохранил для своей команды. Здорово. Воеводин тут как разобрался. И Щербаков. Пытается пролезть там. Среди чистокол ног. Сохраняет для своей команды сейчас мяч в этой борьбе. И не проходит до передачи. Моевский грамотно прочитал. Подача на вес. Мяч в руках у Дерасимова. Контратака. Головской должен дать сейчас какую-нибудь конфетку нам интересную. Все правильно под Байрамова. Но можно было бы сейчас отыграться с Константином обратно. Черниговский прострел. И Козлов прерывает его. Подкатя угловой. Еще один. И снова Черниговский готовится его выполнять. Моевский там. Подходит поближе. Байрамов скидка. Успевает первым. Воеводин. Еще один корнер. Скорее это был Щербаков. Да, да. Щербаков отработал и туда подальше. Разрядил, что называется, обстановку. А здесь Капралов из угла в прыжке вытаскивает мяч. Черниговский продолжает выполнять угловые. Продолжает выполнять план по угловым. Гольцов доберется ли здесь до мяча? Да, добрался Сергей до снаряда игрового. Видит борьбу сразу с двумя футболистами. И Обмаевского мяч в аут выводит таким образом, чтобы остался он у его команды. Ну вот незаметно у нас прилетели 25 минут. Сейчас Константин Головской отправился отдохнуть. На его позицию вышел Сергей Яшин. И ты вспомнишь, Женя, опасные-то моменты у ворот Киглейта? Сказать, чтобы таких стопроцентно опасных, даже и не вспомню. Ну, были эпизоды, да. Но, в принципе, Капралов со всеми уверенно справлялся. Это скорее дальние удары, но вот такого, чтобы мы там хватались за голову и восторженно как-то восклицали, да. Их-то по сути нету. Кегли пока что полностью зацементировали оборону и действуют очень и очень надежно. Илья Азишвили с мячом на фланге. Хороший дриблинг. И штрафной. Штрафной зарабатывает Байрамов для своей команды. Против него правила были нарушены. Черниговский сейчас будет исполнять этот штрафной удар. Нет, оставляет он. Мяч партнеру. Минин тоже появился сейчас на поле. Но всего лишь два болица в составе Атлантика. Кто не менялся в сегодняшней игре, это вратарь Роман Герасимов и Андрей Акиминг. Все остальные поменяли, мне кажется, и уже свои позиции. И успели отдохнуть. Но пока каких-то дедов это не приносит. Мяч у Капралова. Тот хорошим пасом отправляет его на фланг Сергею Гольцову. Тот грамотно ставит корпус, укрывает мяч, продолжает атаку. Прострел на дальнюю штангу. Гольцов мчится на добивание. Еще одно добивание. И выше ворот. Вот сейчас Кегли могли второй гол забить вполне в ходе этой атаки. Атака очень опасная получилась. Буквально метров шести наносил этот удар Калиманов. Можно было даже попробовать не сильно это сделать. На технику исполнить. Но Калиманов набегал, бил наверняка. Это Яшин. Вот он как раз исполнял на технику, но здесь Капралов выручил. Сложился и остановил. Но тем не менее, Яшин не доработал в эпизоде с Гольцовым. Мог бы он там придержать за маечку, сфалить. Ну, тактически фол. А вот дал спокойно уйти своему сопернику. И получилась очень опасная атака. Вновь Атлантис с мячом. Это Маевский. Вот, пожалуйста, сейчас Константин играет на месте центрального, вроде как, или опорного защитника. Ну, особо, на самом деле, любому футболисту Атлантиса трудно назвать его конкретную позицию. Вроде бы на бумаге одно, а на поль-то может быть совершенно по-другому. Капралов свободный удар выполняет. Менее двух минут у нас остается на табло основного времени первого тайма. И пока Кегли ведут в счете. Ведут в счете 1-0, но пока не позволяют Атлантису создавать что-то очень опасное у своих ворот. Крайне надежно в обороне играют Кегли. Ищет Атлантис пути восхождения на гору, так что называется. Ну, вот, но пока что там оборонительные редуты стоят очень-очень надежно. Маевский. Проникающая передача доходит до Байрамова. И Байрамов с второй попытки бьет, но Никифоров играет очень-очень надежно. Смотрим за угловым. Интересная подача, но не лег там мяч на ногу игроку Атлантиса. И в результате покинул пределы поля. Сейчас Козлов из аута мяч введет. Ну, футболисты Атлантицы быстро мяч перехватили. Акименко любит, Андрей, подрабатывает себе мяч под подошву. Убирает так правую, под левую. А вот сейчас и, смотри, какой акробатический этюд небольшой совершил. Получилось достаточно симпатично. И Капралов догоняет мяч, который, если бы он не поймал его, уж ходил бы на угловой. Ну, это подморозило сейчас немного поле и стало гораздо скользко, более скользко играть. Но, с другой стороны, нет луж вот таких вот, в которых мяч застревал. За счет этого футбол быстрее пошел, нежели вот мы наблюдали в матче между Москвой и Мегатитаном. Там часто из-за того, что мяч вот как раз-таки по мокрому полю катился недостаточно быстро, часто вот эти паузы возникали. И можно сказать, что это на руку командам. Желтую карточку сейчас Сергей Иллюзишвили схлопотал за то, что откинул мяч. Ну, ты знаешь, можно было бы, наверное, на первый раз и ограничиться устным предупреждением, но Евгений Воробьев решил по-другому. А вот это Климанов, по идее, уходит он от Половенчука. Ну, и это что? Это желтая или... Красная. Красная. Вот непонятно. Сейчас посмотрим. Ну, я думаю, и красная карточка. Ой-ой-ой. Ну, безусловно, фолл последней надежды. Половенчук там борьбу эту проиграл. И получает под занавес матча... Прошу прощения, под занавес первого тайма еще и численное преимущество Кегля. Еще и получает право на очень опасный штрафной в непосредственной близости от ворот. Вот так вот, да, Дмитрий Половенчук сегодня опоздал на игру, не вышел в стартовом составе, да еще и склопотал удаление. Андрей Гольцов на поле вышел. Смотрим мы за штрафным ударом в исполнении баллистов ПК Кегли. И выше ворот бьет Гольцов, покидают команды поле, отправляет их арбитр на перерыв. При счете 1-0 в пользу ПК Кегли. Напомним, что красную карточку на последней минуте первого тайма получил Половенчук. Это значит то, что в семером начнут второй тайм футболисты Атлантиса. Посмотрим, удастся ли им отыграть отставание от ПК Кегли и сохранить свои лидирующие позиции. В тройке лидеров сохранить свое первое место. На мажорной ноте Кегли отправились отдыхать. Кстати, Атлантису, я более чем уверен, есть о чем поговорить друг с другом. Потому что игра пока что не клеится. Не в своей тарелке пока футболисты. В синих футболках надо что-то предпринимать. Совсем незаметен лучший бомбардир своей команды Виталий Кулев. Хотя цеплялся он неплохо, но на моментах у него толком-то и не было. Ну, сейчас очень активно разговаривает о чем-то капитан Кеглей Дмитрий Капралов. Ну, вот я так вспоминаю, какие-то эпизоды какие-то спорные, да. Их все-таки было не так много. Я бы сказал, что практически не было. Ну, единственное, может быть, по красной карточке Дмитрия, хотя бы узнать, что она была незаслуженной, и можно было бы желтый наградить Полничука. Ну, не знаю. Ну, это, конечно, небольшая шутка, но тем не менее. Ну да, сомнительно, что Капралов об этом говорит с арбитрами. Ну, и готовы команды уже вернуться на поле. Сейчас начнется у нас второй тайм этого поединка. Ну, 10 минут, напомню, в большинстве будут играть Кегли. И вот в этот промежуток времени, конечно, бы Кеглям желательно бы забить один, но, возможно, может быть, два мяча, хотя это будет не так легко, но тем не менее. Продолжает Капралов дискуссию с главным арбитром. Все-таки очень интересно, о чем они там дискутируют. Ну, обязательно после игры об этом спросим. Разыграли мяч с антрополя футболиста Атлантиса. Кулев сразу же помчался вперед. Ну, и, наверное, быстренько по составу надо пробежаться. Атлантис играет в следующем составе. В воротах Роман Герасимов. По 17-м номерам последний защитник Андрей Акименко. Справа Константин Маевский. Слева Владимир Байрамов. В центре Константин Главской, номер 77. Справа Сергей Яшин, номер 18. И впереди Виталий Кулев, номер 76. Ну, достаточно атакующий сейчас состав у футболистов Теглей. Ну, Капралов в воротах. Дмитрий Козлов вот сейчас с мячом был слева в защите. В центре обороны Иван Никифоров под номером 2. Справа в защите. В стартовом составе играл Сергей Ильязишвили. Но сейчас вместо него действуют футболистами, которого я чуть позже вам назову. Слева в ползочите Дмитрий Гольцов. В центре ползочиты действует Павел Климанов под шестым номером. Дмитрий Воробьев справа в ползочите под 22 номером. И в атаке начинал матч Евгений Хоменко. Но сейчас второй тайм на его позиции Щербаков начинает. Гольцов там стремится к мячу, но выходит из ворот Герасимов. Вовремя он это делает. Воробьев хорошо там укрыл мяч корпусом на Климанова. А Климанов набирает скорость. Именно он виновник того, что Атлантис заработал красную карточку. Именно на нем свалил Дмитрий Половенчук. Ну а слева в обороне играет 16 номер Сергей Добрынин. Сейчас он мяч из аута вводит. Тот игрок, которого я не назвал вам. Воробьев. Гольцов. Ближний угол Герасимов выручает свою команду. Хорошо Гольцов бил. Не сильно, но очень-очень точно. И действительно Герасимову было очень сложно сложиться и отбить этот мяч. Угловой. И мяч в руках у Герасимова. Не очень удалась подача Гольцова. И вступил здесь в борьбу. Воробьев. Очень вовремя. Щербаков. Прокидывает мяч мимо Акименко, но слишком сильно. Байрамов из аута на Маевского. Ну, Атланти сейчас, наверное, не будет торопиться. Да, надо атаковать. Но, тем не менее, все-таки главное сохранить свои ворота в неприкосновенности. Но пока команда играет в меньшинстве, я играть еще где-то минут пять. Пять с половиной, может быть. Козлов далеко из шрафной своей выносит мяч. С боковой. Беловской, с мячом. Кулев. Некому абсолютно отдать эту передачу. И пытается сам укрыть корпусом. Ему, в принципе, это удается. Сохраняет мяч на Байрамова. Байрамов приключает Акименко. Разворачивается 17-й номер. Но собираться можно только через вратаря. Благо, Роман Герасимов вышел за линию своей вратарской. Ну, это, конечно, разминка для А.К. Бравого. Козлов. Игорь. Кобаков, ну, ворот-то в другой стороне, чужие. Как-то такой замах был, как будто собирается по своим бить. Но, скорее всего, это была передача на Копралова. Благо, Копралов тоже замечательно играет ногами. Не может даже такую сложную передачу, если бы она, конечно, прошла бы. Ну, забрались, наконец-то, Кегли, мяч под свой контроль. Ну, вот эта передача поперек, она была, конечно, в никуда. Наверное, стоит пока подержать. Все-таки Кегли мяч более полномерно готовить свои атаки. А, что называется, не на авось пенять. Тем более уже покатится там, в завершение это время. В течение которого футболисты Атлантица играли всемиром. Еще немного совсем осталось им. Воробьев сам, сам идет и бьет. Решил за счет партнера сейчас сыграть и решить в одиночку судьбу эпизода. Там и Щербаков, и Гольцов выводили защитника за собой. Да, пробил сам Воробьев. Можно было там как-то попробовать с партнерами, конечно, обыграться. Решил Воробьев сам пробить. Но, мне кажется, несколько поздно он это сделал. Можно было чуть раньше попробовать пробить. Но, тем не менее, там приходилось ему в краткие сроки решения принимать. И не получилось удар исполнить так, как он задумывал. Из-заута Козлов сейчас мяч введет. Замена в составе ФК Кегли. Покинул поле Дмитрий Воробьев. Ну и у Атлантица произошла замена. Байрамов справился отдыхать. Вячеслав запоялся. Вместо Воробьева Хоменко появился. Евгений Хоменко под 20-м номером. Сразу же пошел в линию атаки. Александр Щербаков ушел на правый фланг. На позицию, на которой Дмитрий Воробьев играл. Роман Гераси. Сейчас будет делать длинную передачу. Смотрит, кому ее адресовать. Конечно же, хотел сказать на Виталию Кулеву. Нет, тот отправился уже давно отдыхать. Александр Лукьянов. А, вот 47-й. Наклеили пластырь. Ну, пластырь немножко отклеился. И Виталий бегает сейчас под 117-м номером. Но, тем не менее, мы четко понимаем, что это все-таки 47-й номер. Ну, пока что какими-то активными действиями. Лукьянов в сегодняшней встрече не отметился. Но, может быть, и все-таки нехватка игрового времени сказывается. И штрафный удар у нас. В чужой половине поля будет упомянуть Кигли. Быстро разыграл Гольцов с Козловым. Но удар толком не получился у последнего. И Атлантец идет в контратаку. Чернига с мячом там. С своим пока что первым мячом. Который, ой, как необходим. Необходим, как воздух. Потому что, напомню, что Никифоров получает желтую карточку сейчас за разговоры, судя по всему. Или какой-то отложенный штраф был. И Лукьянов неудачно действует в атаке. Неточный пас отдает. Прошу прощения. Кигли сейчас из аута мяч в игру введут. Так вот. Элиазишвили на поле вместо Щербакова появляется. Ну, вроде бы все моменты улажены. И, надо сказать, что Атлантец на данный момент идет на второй строчке. Имеет 41 очко в своем активе. И, несмотря на то, что идет, занимает вторую позицию, по потерянным он является лидером на первом месте. То есть, в случае, если команда сегодня проиграет, то у вас так и останется. Даже не на втором, а сместится на третью строчку. Потому что, напомню еще раз, что Мегатитан свою встречу выиграл. И, конечно, очки нужны. Атлантец сейчас, ой, как срочно. Чернигерский. Ну, и в полном составе Атлантец играет. Выходит на поле, вышел уже, точнее, на поле. Седьмой полевой игрок. Не смогли футболисты ФК Кегли воспользоваться численным преимуществом. Но, тем не менее, не пропустили, обезопасили свои ворота. Я думаю, что сейчас для ФК Кегли это задача первостепенная. Атлантис начинает свою атаку. Акименко. Кирюхин дальше на Пьянова. Но, Дмитрий Козлов там читает всю ситуацию, играет на опережение. Капралов выручает свою команду. Он там в такой полупозиции находился. Мяч, казалось, перелетал через него. Но в прыжке в отчаянном достал голкипер ФК Кегли этот мяч. И сейчас удар Акименко с очень дальней дистанцией и не точно. Еще из Пыра. Ну, так уже проскользнул Андрей. И, дабы не обрезать в данной ситуации, решил сыграть по-простому. Но, наверное, принял абсолютно правильно решение. Нарушил, по мнению арбитра, здесь правила Павел Климанов. Прямой ногой сыграл. Замена. Лукьянов поле покидает, Кулев выходит. Сразу же мчится вперед Виталий. Ну, такой неплохой рывок сейчас совершил Кулев. Ну, и занял свою позицию. Крюхин. Это пояска. И Алексей Воеводин готовится на поле выйти у ФК Кегли сейчас. Как здорово Главскую сейчас убирает по тебе. Угловой. Накрыли сейчас все-таки этот удар. Климанов уходит. И, готовившийся выйти Воеводин, на поле появляется. Угловой. Сейчас Атлантис исполнит. И Войеводин выигрывает. У Главского верховую борьбу. Черниговский готовится мяч из аута ввести. Акименко с мячом. Дальше на Кирюхина. Это будет делать Кирюхин. Находит Главского, Аяшина. Вот это уже побыстрее пошла игра. И Страстом зарабатывает неплохая позиция для удара. Но кто бы мог нанести этот удар, конечно же, наверное, к мячу должен подойти Вячеслав Запояска. Хотя там устанавливает его Константин Головской. Конечно, первая мысль у меня была о том, что должен к мячу подойти Константин Маевский. Но его сейчас нету на поле. Ну, зато есть Вячеслав Запояска. Тоже может вполне прилично исполнить штрафный удар. Еще на поле Байрама вместо Черниговского появился. И в стенку встал Владимир. Нет, все-таки покатил на Яшина. Неприятный стык там произошел. Среди Яшин подскользнулся и двумя ногами влетел в спину Игоря Козлову. Ввели мяч из аута футболиста Атлантиса. Козлов надежно сыграл. И снова Козлов. И вот сейчас уходит с поля. Небольшую травму получил Игорь. А может быть и плановая замена. Вот именно Климанов-Козлов сегодня, Игорь Козлов меняется в центральную ось, которая пока что абсолютно перекрыта этими двумя футболистами. И вот Ник Головской и Компания пока не могут взломать вот эти головоломки, которые Киев им загадали. Пока, пока вся активность Атлантиса вдалеке от ворот. Сконцентрированный воеводин сейчас ошибается, отдает мяч на запояска. Нет. А очень опасно и можно, но мяч попадает прямо в руки Копралова. Ну, мне кажется, сейчас переиграли футболисты Атлантис. Сейчас уже можно было бы там Байрамову завершать, но последовала неточная передача от Кулева. И момент был упущен, хотя действительно убегавший котлет. Яшин должен был уже расстреливать ворота. Ну и похвалим все-таки Копралова, который хорошую занял позицию. И поймать этот мяч ему не составило труда. Сейчас Копралов свободный выполнит 13 минут. 13 минут остается у нас до завершения основного времени второго тайма, основного времени матча. Напомним, лидируют Кегли, пока единственный мяч смогли они провести в свои ворота. Прошу прощения, в чужие ворота. И подъяска попробовал флангу. И попадает в Козлова. Дмитрия Козлова. Алексей, напомним, сейчас у нас каменьки запасных находятся. Недавно заменился он. Акименко с мячом на замахе укладывает Воеводина. Тут очень болезненно. Копчик приземляется и Байрамов отправляет мяч в сетку ворот. Сравнивая счет. 1-1. Ну вот необязательный рикошет сейчас сработал мне в пользу Кегли. И все-таки Байрамов оказался там, где нужно. И вклотил этот мяч без особых проблем. Там, конечно, шансов у Копралова не было. Но вот за 12 минут и Атлантис все-таки отыгрывается. И двойная замена у Кеглей. Покинули поле Хоменко и Воеводин, который получил повреждение очень болезненное. Ну и пойдет сейчас Атлантис, безусловно, вперед. Дальше добивать своего соперника, свою жертву. Время играть еще на самом-то деле вагон. Вот интересно, как сейчас поведут себя Кегли. Ни в коем случае нельзя им отходить от той тактики, от того плана игры, который у команды, безусловно, есть. Великолепно Копралов ногами сейчас играет. Очередную угрозу нейтрализует. Но все опаснее и опаснее. С ходом времени становятся атаки Атлантис. Справляются сейчас с навесом игроки ФК Кегли. Павел Климанов головой отправляет мяч за лицевую, угловой. Сейчас выполнят. Гольцов не попадает, зато попадает точно на ногу Маевскому, который своей левой короной ноги бьет в нижний угол и Копралов на месте. Акименко спокойно принимает мяч. Все, мяч уже в середине. Дальше налево на Яшина. Ждет, ждет он Кулева. Акулев скидывает Барамову. Ну что ж, такое-то уже второй момент. Копралов просто вытаскивает свою команду. Просто, наверное, один из героев сегодняшней встречи. Дмитрий Копралов. Ну, понимательно, надо там действовать. Никифорову того же и другим футболистам, которые обороняются. Обороняется сейчас абсолютно вся команда. Кеглей. Сейчас может получиться контратака. И Лузишвили тут, главное, мяч не затянуть. Ну и совсем Атлантис прибрал сейчас инициативу своим рукам. Момент за моментом команда создается. Яшин. Головской. Головской здорово на Яшина. И Яшин подвело немножечко сцепление, что называется. И не подскольнить сейчас Сергею, то он невозможно был бы гол. Да, возможно, смогли бы Атлантис второй мяч в этой встрече забить. Акименко точно так же там скользит, но сохраняет мяч для своей команды. Запоязка, закидывает штрафную, но не точно. Так, Лузишвили сейчас из-за боковой мяч введет в игру. Попытка на Щербакова бросить, но там на перехвате действует, по-моему, Минин. Козлов вроде бы хотел попроще сыграть, а получилось, что передача пошла неточная. Но здесь хорошо в подкате Козлов сыграл. Обыгрался с Гольцовым. Не совсем точно закинул сейчас эту передачу. Чербаков проиграл здесь борьбу Акименко в воздушную дуэль. Великолепный удар, очень мощный Яшина, но чуть выше ворот проходит. Ну, это все ближе и ближе, да, Атлантис ко второму мячу. Кегли совсем ничего не клеится в атаке. Вот буквально переходит от чужой половины поля, тут же на потере мяча. И Атлантис плетет свои кружева. Сейчас замена. Сотовик Кегли, Козлов вышел, Хоменко, Воробьев. Может быть, с их появлением что-нибудь изменится. Дошли, довели мяч до Герасимова, футболиста Атлантиса. Тот выбил далеко вперед, и там мяч останется у белосиних. Ну, вот здесь неудачно, слишком быстро мяч Виталий Кулев в игру ввел. И защитники, как я говорила, справились с этой задачей. Яшин с мячом набирает ход. Удар низом, и снова Капралов свою реакцию демонстрирует ногами. Отлично играет Дмитрий. Козлов. Дальше на Воробьева. Тот смещается побыстрее, чуть надо действовать Воробьева. Ну, и передача абсолютно в никуда в руки. Роману Герасимову она, в принципе, удача была не нужна. Зачем? Чтобы Атлантис пошел в свою очередную атаку. Ну, по меньшей мере, не совсем логично. Но Кулев цепляется. Вот в штрафной площади в втором тайме он зацепил, по-моему, абсолютно все мячи. Остается мяч у Атлантиса. Ввели его быстро из-за боковой. Но попросил арбитр исполнить штрафной удар. Потому что кто-то там руки в этой воздушной верховой борьбе распустил. Да, и попали по Никифорову, там локтем. Не очень себя приятно Иван ощущает, но поднялся. От Маевского мяч покинул пределополе. Кегли сейчас из-за боковой его введут на Хоменко. Воробьев сыграл Хоменко корпусом. Прикрывает мяч. Ему Акименко борьбу навязывает. И арбитр просит Хоменко подниматься. Акименко падает в лужи. Мяч доходит до Никифорова. И Никифоров ошибается. Скорее Атлантиза, лица за поездка, заставил это сделать. Козлов спокойно мяч провожает. Уходит за лицевую линию. И у нас последняя пятиминутка свой отчет начинает. Гольцов. Хоменко отдай, можно было бы. Гольцов, который сейчас очень недовольный, что не дошла до него эта передача. И Воробьев вновь пытается сделать прострел. И вновь он не точен. Воробьеву снова не удается пройти мимо Акименко. Головской с мячом. На фланг на Кулева. Виталий мяч потерял. Яшин в подкате изменил траекторию полета. Точнее, траекторию качения мяча. И ушел он за боковую. На твой взгляд, Женя, согласны ли сейчас Кеглину ничью? Мне кажется, что вполне. Мне кажется, вполне согласны. И для команды это приличный результат. Сыграть с лидером. Один-один. На равных, да. Да, при том, что показали за эти 57 минут на Кегле очень добротный футбол. Да, действительно, очень зрелая, дисциплинированная игра. И даже были моменты, в принципе, у Кеглей. Да, не так много, как у Атлантиса. Особенно отметить Капралова хотелось бы. Конечно, он очень много в этом матче выручил. Ну и вся линия обороны, в принципе, достаточно надежно играет. Спешат футболисты Атлантиса. Они-то, конечно, хотят побеждать. Они хотят эти три очка, которые им очень важны в борьбе за чемпионство. Неволный подсказывается Головской. Тем не менее... Капралов сейчас снова чудеса реакции демонстрирует. И успевает он убрать ногу в такую позицию, которая мяч от ворот отвела, а не наоборот. Потому что там рикошет мог любой случиться. Из аута сейчас Алексей Козлов мяч в игру введет. Снова вышел он на поле. И снова Хоменко на поле появился. Хоменко хорошо поборолся там с Акименко. Остановил Акименко атаку Кеглей. Но Хоменко доборолся до конца. Не позволил быстро контратаку начать. Спешит, спешит сейчас Константин Головской. Пытается разогнать свою атаку. Но тяжело, конечно, когда против тебя играют персонально. И каждый твой шаг, он спровождается движением защитника за тобой. И, конечно, не дает играть в тот футбол атлантица, который он любит. Это короткий, средний пас, стеночки. Потому что, естественно, все зоны перекрыты. Хотя пару раз все-таки команда это проходила. И убегает сейчас контратаку. Сергей Гольцов набирает скорость. И не точную передачу отдает на Воеводина. Это несколько атаку, безусловно, затормозит. Козлов мяч получает. Есть там Гольцов свободный. И у Гольцова последний пас не получается под удар. Хотел он вывести Климанова на ударную позицию. Но слишком слабый получился этот пас. Контратака. Удар головой. И как же не везет сейчас Байрамову. Буквально в миллиметре. Дашнадаж сейчас получился у обеих команд. Конечно, было бы обидно, если бы не забили Кегли в данном моменте. И сейчас бы забил Атлантис. Ну, обидно было бы, я думаю, Кеглям и поклонникам этого клуба. Но никак не болельщикам Атлантиса. Ну, безусловно. Капралов там что-то выдумывает не совсем понятное. Ну, и истекло у нас время основного. Основное время матча. Интересно, не знаю, сколько добавил. Но я думаю, что остановок-то особых-то и не было. Байрамов, шанс на миллион, Капралов великолепен. Ну, просто, просто в порядке сегодня Дмитрий Капралов. Наверное, других слов подобрать сложно. Пожалуй, да. Название лучшего игрока матча уже наиграл голкипер ФК Кегли. Четыре или пять раз он спасал в таких девяносто девятипроцентных ситуациях. Отстояли угловой. Смотрит там пристально секундомер главный арбитр нашей сегодняшней встречи. Готовится уже он поднять руки в воздух и дать финальный свисток. Но не позже, чем вот эта вот атака, наверное, завершится. Ой, как может быть Хоменко не успевает. Тем не менее, дает сыграть. Успевает и двое в одного. Хоменко, Гольцов свободен. И Хоменко забивает. Вот это да. Ну, я не знаю, будут ли сейчас футболисты-атлантицы предъявлять какие-то претензии судье, чтобы... Апеллировать. Апеллировать, да. Там чисто достаточно все было сыграно. И посмотри, сейчас вся команда побежала в круг поздравлять Хоменко. Ну и Хоменко, да, как хладнокровно сыграл. Лишь Андрей Гольцов там остался на скамейке радоваться в одиночку. Ну вот мы с тобой еще, да, 5-7 минут назад говорили о том, что Кегли согласны были бы и на ничью. Ну, при том, как их запер на своей половине во втором тайме, да, Атлантис. И имел какие моменты только что, ну, стопроцентные, наверное, из 10-10 еще, да, и забьешь. Но если бы не Капралов. Но не Капралов и пенальти. Пенальти назначает арбитра сейчас. Это какая-то вообще фантастика у нас происходит сейчас на 60-й. Про время что-то там Элизишвили говорит арбитру. Тот показывает ему часы. Ну что, есть сейчас у Капралова шанс вообще супергероем стать. Не просто героем встречи, а супергероем, если сможет он переиграть, ну, судя по всему, Головского, который готовится этот пенальти исполнить. Ну, фантастический, фантастический матч, фантастическое окончание встречи. Ну и Головской Капралов. Ну, Капралов сегодня сделал столько сейвов, что если он и здесь сотворит небольшое чудо для своей команды, ну, это будет, наверное, самый знаменательный день в истории Кеглей. Пытаются там сбить футболисты Кеглей немножко Константина Головского, но я думаю, что это бесполезно. Ну что ж, смотрим, смотрим. Головской Капралов. Разбег, удар и биржа! Капралов! Капралов! Вот это да! Вся команда бросается обнимать Дмитрия Капралова. Дает судья финальный свисток, ну и винить Атлантису некого. Только самих себя, пожалуй, в этом исходе все шансы у них были. Безусловно, безусловно. Для того, чтобы и выиграть, и вот здесь сейчас счет сравнять, но великолепная игра Дмитрия Капралова и великолепная игра, в частности, в этом эпизоде спасает для ФК Кегли победу в этом матче. Атлантис терпит свое первое поражение в сезоне. Свидетелями вот такого вот события мы с вами сегодня стали. Ну и Кегли, пожалуй, просто великолепно свой план на игру реализовали. Смогли отобрать очки у лидера, смогли доказать, что поражение от Спарта крупное их не сломило. И ко второму кругу футболисты ФК Кегли готовы. И, возможно, еще поборются они за места чуть повыше. Но Атлантису сегодня, можно сказать, что не повезло.